В этом году расходная часть областного бюджета достигла рекордной суммы – 100 миллиардов рублей. В первую очередь средства направят на обеспечение комфорта для жителей Ульяновской области. Общий объем расходов составит 100 миллиардов 600 миллионов рублей. За счет чего же произойдет такое увеличение? Это, конечно же, рост собственных доходов. Ожидается рост в размере 2,7 миллиарда рублей. Рост идет по всем налоговым источникам. Это и налог на прибыли, налог на доходы физических лиц. Прощенная система налогообложения. Это федеральная поддержка – 420 миллионов рублей. В регионе активно развивается система долговременного ухода. Комплексная программа поддержки людей, нуждающихся в посторонней помощи в силу возраста или состояния здоровья. Такую услугу, благодаря поступившим из бюджета средствам, смогут получить более пяти сотен ульяновцев от социальной защиты. Тем изменениями, которые сейчас планируются, у нас добавляется порядка 145 миллионов рублей. Из них 75 миллионов – это средства федерального бюджета. Мы благодарны труду России, которая поддерживает развитие программы системы долговременного ухода. И в этом году они нам предоставили 150 миллионов совместно с теми 75 миллионами, которые они нам дополнительно выделяют. В некоммерческие организации, предоставляющие социальные услуги, поступит 50 миллионов рублей. Приоритеты поставлены на развитие социальной сферы и медицины. В региональный Минздрав в этом году поступит 281 миллион. Также средства будут вложены в приобретение помещения в микрорайоне «Новая жизнь». В одном из корпусов, которые впоследствии переведут в государственную собственность, разместят поликлинику. Создать новое учреждение поручил губернатор Ульяновской области. Организация работы либо поликлинического отделения, либо терапевтического отделения, именно участкового. Количество персонала будет определяться из количества жителей, на которые рассчитана поликлиника, либо те дома, которые еще будут подстроены. Но, в принципе, я думаю, что это будет не менее 100 посещений пациентов в день. Также средства направят на исполнение решений судов в части лекарственного обеспечения граждан.